Дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, давайте посмотрим сложную ситуацию, как из нее выйти. Совет, как выйти из сложной ситуации. Посмотрим, может, что это за ситуация. Расклад будет на один вариант. Давайте на два. Не буду делать на один. Лучше на два. Ситуации разные и надо, чтобы был выбор. Давайте два варианта. Сложная ситуация и выход из нее. Возьмем еще один. Возьмем еще... Сложная ситуация и выход из нее. Если что, будем дополнять. Второй вариант. Убираем. Оставляем первый вариант. Сложная ситуация и выход из нее. Ну, слушайте, могу так это сказать, что по первому варианту я даже не вижу здесь сложные ситуации. Здесь уже вмешалась справедливость, а эта карта очень хорошая. Здесь кто-то вам, возможно, мешал, вмешивался в вашу жизнь. Но вы справедливость, королева мечей, женщина, если смотришь, женщина решительная, да. Но если мужчина, смотрите, как король мечей, то есть мужчина решительный. Вы разрешили какую-то уже сложность, вернее, даже здесь не вы разрешили. Здесь, возможно, вам уже по справедливости помогли. Возможно, высшие силы. Возможно, кто-то обманул вас в деньгах. Обман мог быть здесь. Кто-то, может, ваш финансовый канал перекрывал. Такой тоже может быть. Забирал вашу удачу. Это тоже может быть. Потому что справедливость, она вмешивается. Тогда, когда, например, человек не подозревает, да, что там, что там. Но делайте, видите, вы вот как Венера. Тут прям, то есть женщина красавица. То есть вы, можно сказать, вышли из этой ситуации. Ну, ситуация была у вас, да. Возможно, вы не знали, каким путем двигаться. Вы стояли на развилке, на распути. Но я могу сказать по первому варианту, кто его выбрал. Вот ваш путь, который вы выбрали, он правильный. Потому что здесь вмешались высшие силы. Здесь вам уже могли быть какие-то подсказки. могли слышать, видеть во сне что-то. Ну, здесь у вас, ну, из этой ситуации сложные вышли. Кто выбрал первый вариант? Ну, вот тут вот так вот. Слава Богу, здесь все хорошо. По первому варианту. Ну, вот смотрю, уже по трем картам. Во втором все посложнее. Ну, да, вот видите. Здесь вообще его, как можно сказать, возродились. Из пепла, феникс, возрождение. Да, ситуация очень тяжелая. Мы здесь были связаны по рукам и ногам. Если у кого-то сейчас эта ситуация продолжается, смотрите. Вот виной может быть ваш недоброжелатель. Вам самое главное знать, кто он. Возможно, это на работе. Человек, который, понимаете, тут... Да, потому что семерка Пентакли. Возможно, это деловая сфера. Возможно, здесь уход с работы. По Луне здесь, ну, как бы здесь, феникс, возрождение. Здесь, говорю, вам столько могли гадостей сделать. И вот здесь вот выход из этой ситуации. Ну, вот видите, вы уже уходите. То есть вы выйдете из этой ситуации. Но знайте, что вот как феникс, вам и возрождаться пришлось. Вот из-за этой вот такой вот змеюки. По-любому у вас идет выход. Но здесь вы как слепой котенок. Это втайне было, да? Это светлые люди. Хороший человек. А вокруг вас и восьмерка, и вы связаны по рукам, ногам. Тройка мечей. Это разбитое сердце. Вот. Вот из-за этого, товарищи. Из-за этого вам... Здесь, несмотря ни на что, надо идти вперед. Феникс, это, знаете, это вот как вот... Уже все вроде уже почти. Почти, можно сказать, прибили, да? Но не смогли. Сейчас я посмотрю, здесь было ли магическое воздействие. Луна, змея. Такие карты мечевые. Тут борьба. Нанесение вам ударов. Было ли здесь магическое воздействие? Ну, видите, опять выходит мышь. Да, видите, опять змея. Ну, вы сильный человек. И тут с вами знаете, что вы под защитой высших сил. Мудрец и сила. Вам помогают выйти. Они вас тут, знаете, как окружили мыши. Возможно, какое-то... Я говорю, что в рабство ваших каких-то... Каких-то благ. Вполне возможно, что это на работе коллектив какой-то, да? Третье лицо здесь вмешивалось однозначно. Вы преодолеете все. Видите, вы поставите на всем крест справедливости. Я говорю, что все, вы как феникс возрождаетесь. Идти вперед, преодолевать, несмотря ни на что. Просто знать вот сейчас. Вам просто нужно знать, что вы все преодолеете. И вам будет легче справляться со всеми трудностями. Ну, здесь у вас прямо вот выход из тяжелой ситуации... Ну, вы уже возрождаетесь. Понимаете, вот настолько... Настолько вам тяжело. Это вмешательство третьих лиц. Какие-то у вас есть враги-недоброжелатели. Да, отсекайте от себя все это. Высшие силы с вами крест. Опять выпадает сила медведь и дерево предки. Здесь вам даже дадут здоровье. Если она подшатнулась, вам вернут даже здоровье высшие силы. Ну, выкашивайте все. Я говорю, кому-то здесь, возможно, нужно отсекать это. Кому-то чистить, кого-то... Ну, опять тоже, видите, там крест, здесь крест. По справедливости судьба. Вы все преодолеваете. Самое главное идти вперед. Может, покажет нам, мужчина это или женщина. Там тоже мыши, крысы. Все у вас здесь хорошо. Тяжелый. Вот здесь по второму варианту действительно тяжелый период. Так тяжелый был. Возрождение. Король мечей. Мужчина. Вы знаете, он уйдет из вашей жизни. Мужчина, который... Окончание и завершение вы идете вперед. Видите, на карте, на дне колоды маг. Здесь сложно сказать, да? Людей много, но я говорю, что здесь возможно либо из-за мужчины у вас эти проблемы были, либо если мужчина вам причинял... Тот, да? Забирал какие-то финансовые, какое-то благословение. Он уйдет из вашей жизни. Притом это случится уже по колеснице быстро. Да, видите, я говорю, что вы здесь дама жезлов, рыцарь жезлов. Бой. Какая-то битва была у вас. Могу так сказать, но это как бы так, грубо говоря. Ну, вы десятка кубков. Вы обретете любовь и счастье. Если это было все из-за мужчины, не переживайте. Ничего они вам тут не смогли сделать. Вы будете вместе и будете счастливы. И любовь будет с вами. Ну, змея какая-то здесь очень хорошо постаралась. Ну, вот такой вот расклад. И в первом и втором варианте. Второй вариант, конечно, посложнее. Но тоже все хорошо. Давайте для второго варианта возьму совет. Послание еще счастья вам. Очень хорошие метафорические карты. Какой совет дадут? Разрешайте себе испытывать как можно больше позитивных эмоций, не гасить их унынием. Только тогда солнце именно для вас выглядит даже из игровой тучи. Солнце игнорирует кулаки. Оно подает своими теплыми лучами только на раскрытые ладони. Я могу здесь сказать так. Вот эта боль, которую вам там причинили. У вас душевная травма. И здесь совет вам. Испытывайте больше позитивных эмоций, как бы тяжело это ни было. Вы идете к своей победе. Мы как посмотрели. Вы идете к солнцу. Вы выйдете из этой тяжелой ситуации. И это уже по колеснице говорит, это уже не за горами. Это вот-вот должно произойти. Вот такие были расклады. Всего вам доброго. Спасибо вам за теплые комментарии. До следующих видео. Дальше будем смотреть, как будут складываться обстоятельства. Еще раз. Всего вам доброго. Продолжаем.